Просто это позор для Национального банка, позор. Вот мне очень интересно, кто вообще этот сайт разработал. Мы видим, что здесь дизайн, разработка сайта, даже есть реклама этой студии. Привет, друзья! Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписаны на канал Монетомания. Сегодня в выпуске мы попробуем заказать монетку в Национальном банке, в магазине Национального банка. Это действительно, наверное, самый дешевый способ получить монету, не покупая ее, например, в клубе коллекционеров или на каких-то других сторонних сайтах. Попробуем заказать, так как Национальный банк анонсировал появление тех монет, которых у меня не было. Например, это вот эта монета. Попробуем заказать монеты в магазине Национального банка, но, к сожалению, вот такая надпись приветствует меня в магазине. Вроде как, магазин начал загружаться, вот, но войти или как-то войти в кабинет, о, не получилось. Вот, друзья, о, заработал вход в кабинет. Давайте посмотрим, я бы хотел купить себе лошадь Пржевальского монетку. Попробуем зайти. Видим, что сайт продолжает вот так вот вырубаться, не работать. И это, конечно, расстраивает. Это, конечно, не дает возможность, не то слово, заказать какие-то монеты. Надо даже посмотреть, что сейчас у них появилось, что в наличии. У меня загрузился сайт, друзья. Ну что, это прям какой-то праздник. Конечно, дизайн сайта что-то мне не очень радует. Дальше мы, кстати, посмотрим, кто вообще занимается разработкой этих сайтов и почему он именно так работает. Посмотрим. Ну вот эта монетка, которую я хотел купить, которой у меня нет в коллекции, тем более в буклете. Нажимаем купить сейчас. Ну пусть в таком дизайне, но может даже будет работать, но это не точно. И у нас она потихоньку грузится. Вообще, если честно, мне очень нравится тематика с разными животными. О, у нас что-то обновилось, но какая-то ошибка, ничего не произошло. Давайте еще раз. Видим 104 гривны цена за данную монету. Мы нажимаем купить сейчас. И смотрим. Вообще, тираж 20 тысяч, как у них указано. Здесь это хороший тираж для монеты. Видим эту монету без буклета. Вот она у нас указана. 71 гривна. И 104 гривны в буклете. В принципе, при таком соотношении цены к буклету, буклет довольно дешево вышел у них. Потому что произвести такого уровня качественный буклет, цветной, довольно проблематично и довольно дорого. Если вы для себя хотите что-то сделать уникальное, интересное, в такой буклет будет вам обходиться гораздо дороже. Думаю, от 100, а то я около 200 гривен за такое качество печати. Так, ну что, у нас ничего не происходит. Не пойму, добавились ли у нас, отправились ли в корзину для оплаты конкретные данные монеты. Ну, на самом деле, конечно, сайт видно, что не готов к тому, что на него будут заходить люди. Тем более, ну зачем тогда рекламировать на своих соцсетях, в рассылках, в пресс-релизах, что вот у нас уже новая монета выходит. Придите, закажите. Придите, она доступна к заказу. О, отлично. Мы видим в нашей корзине монетку. Вот, значит, за 71 гривну без буклета сувенирного и монетку в буклете. Мы заполняем, куда мы хотим получить. Итак, мы видим, написано, что на заводе город обязательно поле, хотя у меня заполнено отделение новой почты. Конечно же, новой почтой я пользуюсь, но какая-то ошибка выдается. То есть, друзья, что мы видим? Мы видим, что монеты у меня в корзине есть. Время идет для заказа. Они по одной штуке. Вот, но заказать их нет возможности. Вот мне очень интересно, кто вообще этот сайт разработал. Мы видим, что здесь дизайн и разработка сайта. Даже есть реклама этой студии, этого потрясающего, невероятного агентства, которое делали этот сайт. Мы видим, вот у них тут есть на английском языке все написано. Видим, что партнеры, с кем они, собственно, работают. Вот даже сайты, которые они делают. И вот самый главный национальный банк, пожалуйста. И, собственно, но мы видим, что ни хрена сайт не работает. Давайте посмотрим. Наверное, это очень какое-то крутое агентство. У них много подписчиков в группе. И вообще, кто эти такие ребята? Так, мы видим, вот их группа. Нет публикации, вообще нет никакой информации. О них здесь ничего они не ведут. И у них целых 14 подписчиков. Друзья, вот вам пример. Посмотрите, какая компания потрясающая сделала сайт национальному банку. Магазину национального банка. То есть мы видим, что мало того, что они не ведут о себе ничего, никакой информации. Нет кто, ни что, ни какие проекты они делают. В Фейсбуке на них следят 14 человек. И как? Как такое может быть, что такой национальный проект, как магазин национального банка, делает компания, которая вообще ничего не про нее там неизвестна, ни в соцсетях не написана. Ну, хорошо, ладно. Может быть, это я в Фейсбуке. Может быть, у них в Инстаграм. Основная аудитория. Вот как у меня. Я пользуюсь Инстаграм. 132 подписчика мы видим у какого-то аккаунта, который явно постит про веб-дизайн для наших замечательных, для нашего национального банка. Да, мы видим, что неужели что-то такое. Да, действительно, вот у нас, собственно, вот так выглядит Инстаграм компаний, которая разработала дизайн для магазина национального банка, который ничего не работает. Ладно, что-то у них тут еще есть. Наверное, LinkedIn. Можно глянуть, посмотреть. Мы видим, вот у них замечательный профиль, целых 15 сотрудников, которые работают в их компании. То есть, довольно серьезная, мощная компания. И, как мы видим, они базируются в Киеве. То есть, мы можем гордиться нашими отечественными дизайнерами и программистами, которые сделали, во-первых, конечно же, свой сайт. Как мы видим, тут очень он наполненный, серьезная разработка. Вот, и сайт национального банка, который у нас, как мы видим, то не загружается, то не работает, какие-то баги выдаются. Ну, вот мне интересно, конечно, если бы кто-то, конечно, узнал, кто конкретно в этой студии получил такой заказ и почему именно они делали. Может быть, они бесплатно сделали этот проект, чтобы сделать подарок нам, как коллекционерам, такой замечательный сайт. Но, судя по всему, заказать монету у меня не получится в этом замечательном магазине. Как вы видите, наверняка у вас получилось. Может быть, это у меня как-то с интернетом не очень. Вот, но еще раз попробую оформить заказ. Но, как честно скажу, разные у меня мысли происходят, почему именно такой сайт у нас национального банка получился. Так, друзья, мы видим, осталось 7 минут, товаров 2, но какая-то ошибка выдается, им не нравится адрес улицы, хотя указано отделение новой почты, собственно, на которое можно отправить. И это не нравится национальному банку, не нравится этому сервису, что-то у них какой-то сбой. При этом, что до этого я заказывал и было все в порядке. Слабо-слабо подготовлен этот проект, и он просто это позор для национального банка, позор для тех, кто заходит. Они разочаровываются в этом вообще всем направлении. Ну, конечно, возможно, в будущем, если подрядчика поменяют или какие-то для них сделают штрафные санкции, что они такое действительно имидж национального банка подпортили, скажем так. Тут сложно это вообще просчитать, каким образом можно это все улучшить. Ну, нужно просто только работать из оттолковых, брать ребят опытных, которые умеют работать с, я думаю, с конкретными направлениями, когда сайт перегружен. Есть же очень много сайтов, на которых огромное количество людей приходит. Это и банковский, и приватбанк сайт, который работал, и сайты, связанные с продажами, такими как розетка, на которые приходит много людей, там OLX и так далее. Но неужели такого уровня нельзя было взять к себе программистов или команду, которая сделает сайт, который будет работать? Это уже не первый сайт национального банка, который в таком плохом состоянии и просто разочаровывает всех тех, кто у него заходит с целью что-то купить и приобрести.